День в день Доброе утро, уважаемые слушатели Начинается программа «Климат-контроль» Как всегда по пятницам Константин Рангс, морской геолог, ученый, журналист, пишущий о науке, популяризатор науки С нами на прямой связи, здравствуйте, доброе утро, Константин Доброе утро, доброе утро Мы уже неоднократно все время обращались к зеленой политике К тому, что сейчас Евросоюз пытается развернуть Не только сам разворачивается, но и все страны, входящие в него Пытаются как-то буквально за шкирку развернуть в эту сторону И насколько, ну вот к каким проблемам иногда это приводит Потому что это вступает в противоречии с национальными интересами государств И с интересами простых людей, которым приходится платить дороже И оплачивать, то есть одно дело, когда мы ставим просто лайк за какие-то идеи Да, мы все за все хорошее А когда часто мы понимаем, что за это хорошее нужно платить И это приведет к удорожанию каких-то услуг, товаров и прочее Это вызывает массу вопросов Ну и про зеленую политику, о том, как сейчас меняется Вот с новым президентом Соединенных Штатов Америки Обо всех вот этих и о новых тенденциях Кстати, вот совсем недавно на этой неделе мы говорили о том Что в центре города, на месте бывшего дворца спорта Будут обустраивать такие зеленые зоны, огородики для желающих Уже там 140 желающих высказали свое пожелание Вот обо всем об этом мы сегодня хотели поговорить Ну начнем, наверное, мы с большой политики От нее никуда не деться Прежде всего я имею в виду курс, который выбрала команда президента США Джо Байдена Надо сказать, что как только он в первые часы своего президентства Стал подписывать экологические документы Очень многих, особенно, так скажем, очень заметно было в русскоязычной медийной среде Не обязательно российской, повсеместно Такая ирония о том, что ну вот старенький дедушка, ему все равно, вот что не подписывай А подписал он три документа, два чисто американских Это прекращение строительства трубопровода из Канады к Мексиканскому заливу Кистолн-Экс-Эл Потом мораторий на выделение участков на шельфе В том числе в Арктике для добычи нефтегаза Ну и как бы вернул Соединенные Штаты в Парижский договор по борьбе с изменениями климата Казалось бы, ну как говорится, где мы, а где этот самый парижский договор Но дело все в том, что очень скоро стало ясно, что команда президента Байдена Она не просто намерена декларировать, вот подписали и слава богу А она намерена двигаться дальше И сидят там люди действительно опытные, во всевозможных делах поднаторевшие Имеется в виду составление документов и разработка, так скажем, стратегий долговременных И уже в феврале стало ясно, тоже это были приняты документы соответствующие Что Соединенные Штаты намерены стать мировым лидером зеленого движения Вот прямо так вот И, как сказать, оторвать лавры у Европейского Союза Европейский Союз очень здорово, как говорится, стартовал еще в прошлом году Со своей так называемой грин-дил, зеленой сделкой Заявив о том, что он чуть ли не через 15 лет, через 20 лет намерен уже стать углеродонейтральным А вот что будет в ближайшие годы Вот массовый переход на электрические, на электромобили Тут уже через 5 лет собирались где-то заканчивать с их производством В общем, идей-то очень много было А вот Соединенные Штаты, они как бы вышли с таким гораздо более глобальным И в известной мере коварным документом, коварной идеей Они заявили о том, что раз выбросы парниковых газов, это углекислота, метан Касаются всей планеты, и тут не поспоришь, это факт Вы можете, если вы, допустим, выливаете какую-то отраву у себя на участке То, например, за 10 километров вряд ли это может быть, так скажем, волновать вашего соседа Если она не летучая и никуда не утечет А вот если будет выброшен этот газ, например, то пусть он будет выброшен в Патагонии Он все равно через несколько суток уж точно изменит парциальное содержание в атмосфере То есть это глобальный момент И где бы вы, условно говоря, не нарушали вот этот вот баланс Выбрасывали, где бы вы не выбрасывали углекислый газ в атмосферу Вы влияете на нее глобально И, следовательно, отсюда следующий пункт номер два Вы влияете на всех людей глобально Так ведь? Ну и получается, да, что и получается, что в принципе повязаны все И пока все не будут соблюдать одни и те же правила То получается, почему мы должны соблюдать, а вы выбрасываете, портите нам атмосферу Вот, 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 вот И причем тут же сразу становится понятно Вот, например, те же самые скандинавы хотят в течение ближайших десяти лет Ну, может, пятнадцать Ну, в общем, в обозримое время стать углеродонейтральными А почему, например, где-то в Китае или где-нибудь там в Африке будут продолжать чадить? Как бы, ну, нечестно, да? Вот, эти стараются там, разбирают чайные пакетики, железо, ткань, органика, да? А эти, что хотят, то и делают Ну, вот такая риторика есть Ну вот, и, следовательно, третий пункт появляется Если где-то кто-то коптит небо Это влияет атмосфере в глобальном масштабе То это, следовательно, влияет и на американцев На их здоровье А правительство Соединенных Штатов печется о здоровье своего народа И, следовательно, оно имеет все, так скажем, реальные инструменты Для того, чтобы каким-то образом призвать соответствующие компании Которые дымят Или государство, которое способствует этому Либо методом санкций, еще какими-то легальными методами Воздействовать на них Чтобы они перешли на другие технологии А тут пункт четвертый Где им могут предложить другие зеленые технологии Пункт пятый Естественно, в Соединенных Штатах Америки и у их союзников В общем, такая прекрасная идея Против которой ни в одной развитой стране Никто возмущаться не будет Ну, по идее-то ведь так оно и есть Тут, кстати, хотелось бы обратить внимание Что ведь на нашей планете уже и есть Несколько десятков стран Которые реально страдают от изменения климата И что же делает президент Джо Байден? Он предлагает, по-моему, с 20 по 22 апреля Организовать видеоконференцию Руководителей стран, страдающих от изменений климата И пригласить на это мероприятие Руководителей стран Крупнейших загрязнителей окружающей среды Ну, на первом месте стоит Китай Поэтому приглашение идет господину Си Цзиньпиню Это, естественно, Соединенные Штаты Вот он как бы сам будет участвовать Естественно, крупный загрязнитель Это Европейский Союз Россия, Индия, вот это первые, скажем, группы Там, правда, отрыв идет Друг от друга весьма значительный Каждый следующий по чуть ли не в два раза меньше Но, тем не менее В этом, как бы, идея совершенно прекрасная И не просто собрать вот этих вот крупные страны Но, видите, они соберутся перед лицом вот тех, кто страдает И господин Байден на этом фоне Выглядит совершенно замечательнейшим образом Как вы можете, сколько угодно Над ним иронизировать, над этим пожилым человеком Но, тем не менее, его команда, она как бы идет своим путем И действительно, для очень многих людей, которые страдают от этих вот изменений Выглядит очень хорошо Вот это надо понимать И, естественно, Европейский Союз Мы уже переходим к нам К нам это делать ближе И совершенно не намерен оставаться в аутсайдерах этого процесса Тем более, что Европейский Союз Это теснейший союзник Соединенных Штатов Тут опять ведь идет речь О укреплении атлантической солидарности И, естественно, что в Европейском Союзе Сейчас будут подталкивать новые инициативы Связанные с, так скажем, озеленением нашего континента То есть, сейчас мы можем четко сказать Что планов предлагать что-то делать зеленое Будет больше, больше и больше И тут как раз уже переходим, как говорится, с глобального на локальный уровень Вот, например, те же самые идеи, связанные с нашими огородиками С изменением города Риги С пересаживанием жителей города Риги на велосипеды Ну и все такое прочее То есть, это не свалилось с неба Это как бы все в русле такой мировой, общемировой тенденции Разумеется То есть, как только вы выходите на уровень хотя бы муниципального руководителя То есть, очень сразу Вы сразу же начнете чувствовать, что существует общая тенденция Так скажем, ветер дует вот в этом направлении Вот, и либо вы будете тратить всю свою жизнь на противодействие Совершенно несоизмеримой силе Вот, либо постарайтесь, что называется, надувствовать русак Вот, и на этом, с этим попутным ветром добиваться новых успехов У нас между тем звонок Здравствуйте, пожалуйста Да, слушаем вас Вам так будет лучше, можно сделать, мне кажется, все Я просто, ну, не вопрос, в комментарии расскажу Вот одну новость из Америки Недавно пришедшая Флорида, одна из самых чистых Один из самых чистых штатов Там экологические машины Все в основном ездят на гибридах Наверняка вы, Константин, знаете Но вот новость из Флориды Такова, что Toyota Prius Там, не знаю, сотни тысяч машин Не буду цифрами там кидаться Сотни тысяч машин в каршеринге Это Toyota Prius и гибрид Люди берут эти машины Группа мошенников раскрыли Которые практически во всех машинах каршеринга Вырезали катализаторы И так машины ездили там, не знаю, ну, года И никто об этом не знал Ущерб миллионы долларов Ну, представляете, вот, ну, как бы Вроде все экологично, катализаторы вырезали Смысл тогда от этой гибридной машины Вот как бы так и будет Америке можно, а другим нельзя Ну, вы знаете, ясное же дело Что люди все время будут искать Какой-то вариант для себя максимально выгодный А ясное дело, что зеленое Вот это вот переход на зеленый транспорт Да, он будет сопровождаться недовольствами И боюсь, что появятся люди Они уже есть Но их просто будут, что называется, давить А тогда, естественно, появится обратная реакция Люди, которые просто захотят ездить На бензиновых или там, тем более, дизельных машинах Вот, просто, что называется, из чувства противоречия Да и просто потому, что они не хотят Что называется, идти в таком, так сказать Заданным строем Я думаю, что такое будет особенно сильно На постсоветском пространстве В Восточной Европе Тут, как говорится, вот это желание Действовать как по своему собственному усмотрению Оно весьма сильное Я так думаю, что и во многих других странах Например, и на Ближнем Востоке В Африке, в Латинской Америке Будет очень тяжело продвигать Вот эту вот зеленую автопроведку Но я хочу сказать, что ведь Можно же что-то делать, так скажем Поперинг течения, да А что-то можно делать Вот как с этими огородами По течению Ведь действительно говорят об одной Очень важной вещи Например, в нашей Риге Все больше и больше семей Стараются выехать из самого города И поселиться в пригородах Чтобы иметь вот этот самый зеленый участочек И вот как показывает В среду, да Был на болткоме гость Из этой организации, которая организовывает Вот вы сказали 140 человек То есть представьте себе Там участок, по сути дела, небольшой Сколько земли получат эти люди? Но дело не в этом Дело все в том, что Это, скорее всего, будут жители Окрестных домов, в первую очередь Которые смогут выйти из своего дома Зайти в этот миниатюрный оазис Среди цветущих или там Плодоносящих огурцов Томатов Или еще цветочки кто-то посанет Собрать свой урожай для завтрака И получить вот это вот ощущение Единения с природой И выращивания плодов Своими собственными руками Но самое главное Ведь это же действительно полезная вещь С точки зрения экологии Ну, как раз вот слушатели звонили и спрашивали Насколько это экологично Если это центр города Рядом проезжает транспорт И не получится ли так, что загрязняются эти участки То есть насколько безопасно выращивать Ну, вы знаете, удивительно то, что еще очень многие люди считают Что в современном бензине используется свинец Хотя давным-давно его в нашем бензине уже нет Но да, действительно, многие десятилетия Для улучшения октанового числа бензина Использовалось соединение тетраэтил-свинец Свинец этот вылетал с выхлопными газами И, естественно, свинец весьма ядовитое вещество Само по себе, да? Вот Но сейчас вот именно потому, что он ядовит И от него отказались Сейчас в нашем бензине от 5 до 10% спирта Который, в общем-то, должен действовать И действует примерно тем же образом И заметьте, ведь не забывайте Что общая идея, тенденция Пересаживание людей на электромобили В тот момент, когда, условно говоря Все вокруг будут ездить на электромобилях Вопрос выхлопа вообще Автомобильного Ну, будет сведен Не совсем к нулю, но ближе Приблизиться к нулю И это как бы такой разговор На будущее К тому же я хотел бы обратить внимание на то, что ведь Огороды в городе Это же не новое какое-то изобретение Огороды в городе Я сам помню У моих дедушки с бабушкой был огородик Ну, потом там работала и мама с папой Огородик был маленький По-моему, две сотки в районе улицы Скансас Где сейчас стоят вот эти здания Там были огороды Огромные огороды И там многие тысячи людей Приходили Это да, там стояло обычно две яблоньки Несколько кустов крыжовника Там выращивали там морковку Огурчики Стояла будочка такая малюсенькая Ну, для инвентаря Это принадлежало городу Но это для очень многих людей Было как раз таким возможностью Прикоснуться к земле Что-то начать делать своими руками Далеко не уходить Мы ходили к этому огороду пешком Понимаете, это очень важная вещь И вы можете иметь на площади в городе огороды А можете просто все это выкосить Засадить травой И пусть типа так и стоит Или делать парк Как говорится, вариант За горожанами должен быть решение Но опять-таки можно сказать Что если есть свободные земли То почему бы их не сделать Вот этими самыми огородами Если есть потребность города Вот у нас очень много звонков Я вижу Здравствуйте, пожалуйста Добрый день, Анатолий У меня два вопроса Конечно, это все хорошо Что зеленая энергия Автомобили электрические Но я читал статью По поводу того, что Выброты углекислого газа Машин в течение года меньше Чем у электрических автомобилей За счет производства Этих литиевых И таких таких батареек И на само производство Электричества, допустим Это не ядерная электростанция А угольная Или какого-то другого типа То они в течение этого периода Пока вырабатывается Электроэнергия Производят эти батареи В целом В экологию Обратывается больше Углекислого газа Чем Я понял Мы периодически затрагиваем Эту тему Ну то что Можно сказать Что мы об этом говорили Несколько раз Да, действительно Такие расчеты есть И Известно Что первые По крайней мере Пятьдесят А то и сто тысяч Километров пробега Получается Что электромобиль Он как бы Выбрасывается Имеет Свою долю выбросов Связанную с его производством Точнее производством Не самого автомобиля В первую очередь А его батарей Аккумуляторных И только потом Он становится Как бы чище То есть По сути дела Электромобиль Должен служить Дольше Чем обыкновенный Автомобиль Чтобы оправдывать Своё Вредное Производство И кстати Потом не менее Вредную Утилизацию Вот этих самых Батареек И над этим Конечно Думают И противники Вот такой Оголтелой Электрификации Они как раз И считают Что Давайте мы будем Сначала Думать наперёд Вот только сейчас Проявляются Первые батареи Вот в реальных масштабах После тех машин Которые были Произведены Около 10 лет назад Тогда их Это было мало Речь шла о тысячах И поэтому Эти батареек И сейчас Не очень много Эти батареи Ещё можно Просто Удискладировать Но Массовой Переработки Батареи нет А что будет Через 10 лет Когда начнут Так скажем А то и быстрее Когда начнут Гибнуть батареи Приходить в негодность Тех машин Которые продали Сегодня Вот радостно Сегодня по Евроньюз Сообщают Что За минувшее Отчётное время Было продано Там 70 тысяч Одной из компаний Германских 70 тысяч Электромобилей Но через Вот возьмём 10 лет Это означает Что будет 70 тысяч Комплектов Довольно Больших По размеру Больше 500 килограммов Каждой Вот этих Самых Батареек Легко Посчитать Сколько Будет Батареек Кто И это Всё Будет Перерабатывать Производство Грязное Откровенно Говорят Так что То что Сказал Наш уважаемый Радиослушатель Это действительно Очень серьёзный Факт Но Как раз И получается Что Завести Огород Это Более Простое Дело Движения В зелёном Направлении Чем пытаться Перевести Весь транспорт На зелёные Эти В смысле На электромобили У нас Ещё один Звонок Здравствуйте Пожалуйста Доброе утро А вот я не знаю Правда или нет Говорят Что это Жвачные Животные Быки Коровы Пережёвывания Они выделяют Очень большое Количество Метана И говорим Что Тоже Очень огромное Загрязнение А вот Америка Они же Любители Эти Биштексов Гамбургеров Аргентина Живёт На выращивании Крупного Рогатого Скота А с этим Что будет Если правда Что у них Метана Спасибо Ну что ж тут Можно сказать Действительно Выделяют Они Эти самые Коровы Этот самый Метан Это же Мы их Расплодили То есть Вопрос заключается В следующем Предложите Цивилизации Предложите Населению Миллиардам Людей Отказаться От мяса Вот просто Вот так Вот то Что сейчас Мы видим Что есть Там отдельно Для веганов Там есть люди Которые принципиально Отказываются От мяса Это Что называется В пределах Статистической погрешности Либо Те люди Которым По той или иной Физиологической Причине Его нельзя Есть Хотя например Вот сейчас Исследователи Говорят о том Что как не Печально сознавать Но человечество Сформировалось Как человек Как вид Как хищник В первую очередь Как хищник Вот И Когда вот Говорят Об этой беде Нашу Современную 21 века Уже стала Тотальная беда Это диабет Это второго типа Это своего рода Возвращение К истокам Диабетик Хищник В первую очередь Ему Нужно есть Белки Жиры В первую очередь А углеводы Это уже На десятом месте Вот это очень Важный момент О том что Мы же для кого Делаем все это Это Как говорится Все изменения Ради человека Или изменения Ради изменений Ради внедрения Новых технологий Вот задумайтесь Нам нужно Внедрить Новые технологии Чтобы кто-нибудь Мог Так скажем Разбогатеть И Добиться успеха Когда его технология Становится всеобщей Признанной Либо мы Стараемся Придумать Что-то Чтобы Так скажем Улучшить жизнь Людей Ну вот например Билл Гейтс Который Как раз таки Оседлал успех Благодаря Майкрософту Пытается Вложить Свои Заработанные Миллиарды В производство Искусственного Мяса И Он считает Это большой Проблемой Ну вот как раз Он Всячески Пытается Стимулировать Науку Вот в этом Направлении Попытки Создать искусственное Мясо Которое Сейчас безумно Дорогое Но есть надежда Что Удастся Его удешевить Ну Мы все время Забываем О том Сколько людей Живет на планете Вот такой Может быть Немножко Не к столу Факт Но об этом Стоит подумать На земле Живет Более Семи с половиной Миллиардов Человек Семь с половиной Миллиардов Каждый Выделяет В день В среднем Один литр Мочи Это Семь с половиной Миллиардов Литров Это Семь с половиной Миллионов Тон То есть Это тоже Загрязнение Потому что Прошу прощения Организм Выделяет Вещества Совершенно Ему Ненужные Там И мочевина Естественно Там И Соединение Азота Которое Очень способствует Размножению Всевозможных Микроорганизмов Это Известная Вещь Конзолизационные Воды Это Страшная Вещь Когда они Попадают В водоемы Они начинают Свести Там Все Гибнет Мы Сами По себе Являемся В таком Количестве Большущей Так скажем Проблемой Для Биосферы Вот Если Уж Так Говорить Господа И Если Поскольку Никто Сейчас Не Предлагает О том Что В массовом Порядке Огранич Пятьдесят Проблема Цветем И на Каком Принципе Принцип Свободного Рынка Не Предполагал Никогда В жизни Вообще Все Существование Цивилизации До сих пор Предполагало Рост В том числе Рост Производства Рост Производства Рост Потребления И нигде Не разрабатывалась Модель Сокращения Населения Вот И как Превозводить Больше Развивать Свой Бизнес Когда Потребителей У вас Становится Меньше В принципе Когда Говорят Сейчас О Вот Этой Зеленой Революции Да Вот Этих Зеленых Перестройках В уме Держат Как раз И то Что мы Должны Будем Делать Должны Будут Делать Те дети Которые Родились Условно Говоря Вот Последние Годы Они То Как раз Станут Стариками К концу Этого Столетия И они Как раз И нахлебаются Всех Тех Ошибок Которые Мы Сейчас Будем Совершать Сегодня Поэтому Есть Такое Направление Очень Сильное И в Европейском Союзе Особенно Которое Говорит О том Что Люди Должны Учиться Жить В согласии С природой Урбанизм Все эти Теории О том Что Все Мы Соберемся Соберемся В Огромных Мегаполисах Он На самом Деле Опять-таки Тоже Предполагает Что Населения Всегда Будет Много Но для Того Чтоб Мегаполис Жил Нужно Чтобы В нем Очень Многие Люди Работали Обслуживали Эту Машину Если У вас Лопнет Где-то Труба В подвале Дома То на данный Момент Даже Никто Не может Себе Представить Какой Робот Может Прийти Заползти Понять Что там Что можно Сделать Отпилить Поставить Хомуты Сварить И все Прочее Вот Это Красиво Для Показа В Рекламных Роликах Ах Бегающие Роботы Собачки Или там Что-то Еще Роботы Грузчики Да Согласен Но Как Только Система Рушится И нету Четкой Последовательности Взять Здесь Сюда Положить То Уже Трудно Себе Представить Где Появится Компьютерной Мощности Чтобы Обеспечить Вот эти Вот Размышления Для Этого Самого Робота То есть Получается Что Любой Сантехник Умнее Самого Современного Робота У нас Есть Еще Один Звонок Здравствуйте Здравствуйте Скажите Пожалуйста Что-то Не поняла Еще Там Кто-то Нет Нет Все Мы Вас Слушаем По поводу Самолетов Сколько Самолетов Взлетает Каждую Минуту В той Америке Куда Все Это Девается Не В атмосферу Разве Ну Конечно В атмосферу Сейчас Правда Самолет Стало Здорово Меньше Вот Ну Конечно Авиация Это Один Из Главных Один Из Черезнителей Вот Тем более Что Самолет Выбрасывает Выхлопы На большой Высоте Где Действуют Струйные Течения Глобального Характера И это Оказывает Очевидно На них Влияние Какое-то Поэтому Кстати Идет Такая В той же Самой У нас В Европе Идея Что Нужно Пересаживаться С самолетов Которые Что Называется Портят Атмосферу На Экологически Чистые Электрические Поезда Еще один Звонок Здравствуйте Доброе утро Добрый день Хотел Двух вопросов Коснуться Касаясь Животных Которые Выделяют Метан Как бы Говорится Европа Такую Создала Я считаю Шейковую Такую Научную Теорию Что Нужно Строить Биостанции И Тогда Этот Метан Выделяется И Производят Электричество Но Взгляните Что Сама Творится Люди Получают Эти Кто Строит Эти станции Деньги За это Электричество И Многие Многие Станции Даже Не имеют Фермы Они В принципе Превратились В станцию По производству Метана Из Овощей Гнилых Там Засыпают Что-то Еще По производству Метана Ну Куда Это Годится И Второй Вопрос Вот Говорил Константин Говорил Что Люди Из Центра Риги Да Перемещаются И Строят Поселки За городом Сейчас Все Но Посмотрите Большинство Домов Отапливается Твердотопливными Котлами Я Сам Живу За городом И У меня У самого Угольный Котел Что я Могу Сделать У меня Например На газ Я не могу Заработать С нашими Зарплатами Допустим Втянуть Себе Гат А Такие Котлы Как Допустим Гранульные Опилки Это Тоже Твердое Топливо Посмотрите Как Они Все Чудят Но Большинство Этим И Топится Спасибо Спасибо Вот Как раз Наш Слушатель Сказал Про очень Серьезные Вещи Во-первых Жульничество Очень Многие Люди Как говорится Прекрасно Понимают Как можно Творчески Использовать Вот эти Самые Деньги Которые Выделяются С виду На Благие Цели Вот Вместо Того Чтобы Перерабатывать Метан Который Выделяет Корова В процессе Живания Можно Сделать Метан Другим Способом Вот Значит Нужен Тогда Контроль А потом Еще Контроль За Контролем Да Вот Это же Сразу Все Входит В Зарплаты А зарплаты Берутся Из налогов В общем Понятно Да Опять же Вот Этими Второй Вопрос Этот Про Я понимаю Котлы Про Котлы Да Да Действительно Ведь Получается С одной Стороны Люди Действительно Хотят Ближе К природе Отапливаться Понимаете Зачастую Все Вот эти Идеи Выдают Люди Которые Живут Совершенно В других Климатических Зонах Вот это Точно Хотелось Бы Сказать Когда Человек Живет Во Флориде Ему Легко Говорить Об Использовании Солнечного Света Или Например Когда Он Допустим Где-нибудь В Средиземноморском Побережье Правда Когда Там Выпадает Снег И ударяют Морозы Они Сразу Начинают Лихорадочно Включать Обогреватели Эти Обогреватели Пробки Выбивают Автоматы Потому что Их система Отопления На это Не Рассчитана Меня Поражало В Испании Что Строились Дома Это было 15 лет Назад Строились Дома В которых Окна Были Движущиеся То есть Там В общем-то Всегда Сквозило И Зимой Было Прохладно Но В некоторых Домах По финской Технологии Ставили Нормальные Металлические Рамы С уплотнением Все как Положено И вот Я жил По счастью В таком Доме И могу Сказать Что это Была Принципиальная Разница Естественно Мне топить Было Гораздо Дешевле Потому что Мой тепловой Вот этот Аппарат Он Очень быстро Повышал Температуру В доме Но Это о чем Говорит О том Что Вот те Люди Которые Переживают Холод Они Почему-то Очень быстро Перестают Говорить О том Что можно Отапливаться Или вообще Не же не Отапливаться А можно На этом Деле Экономить Потому что Одно Дело Когда Ваш Холод Это Хоть Низко Но все Равно Выше Нуля И совсем Другое Хотя бы Приживите Неделю При Минус Двадцати Что у нас Например Было В феврале У нас Очень много Замонков Здравствуйте Добрый день Добрый Здравствуйте Я честно говоря Слушаю По каждому Предложению Очень забавно Все Дать Этой темой Много Непаханых Полей Вот допустим Возьмите Только что Звонящий Говорит Я углем Топлюсь А кто-то Там брикеты Он Есть первый Загрязнитель Брикеты Как раз Не уделяют Столько Столько Уголь Возьмите Сервисы Которые Вообще Топят Отработанным Маслом В радиусе Этого Сервиса На протяжении Двадцати Километра Даже Картошку Нельзя Кушать Спасибо Ну понятное Дело Но ведь Топят Они не из-за Того Что хотят Чтобы вокруг В радиусе Двадцати Километров Не ели Собственную Картошку Топят Они потому Что так Экономически Им выгодно Вот и все И естественно Углем Люди Тоже топят Не потому Что им нравится Запах Угля Потому что Это дешевле Об этом же И говорили Вопрос в том Это повсеместно Это вот именно Глобальный вопрос Развитые страны Диктуют всему Остальному Миру Свою повестку Как они Это понимают И это выглядит Нет хлеба Пусть едят пирожные Но чем-то Это немножко Напоминает Да-да-да Именно так Вот И деле Типа того Что если у вас Коптящее Производство То его нужно Закрыть Вот А вместо этого Приобрести Нашу технологию Чистого производства А за какие Возникает Вопрос Деньги Если она На самом деле То не дешевая Вот Значит вам Предложат Расстрочку И вы попадаете В такую Пожизненную Или поколенческую Кабалу К производителю Вот этой самой Технологии Об этом тоже идет речь Ведь очень многие люди Которые критикуют Массовый переход На электромобили Считают Что по сути дела Это Инспирировано Компаниями Технологическими Которые Хотят Чтобы люди Обновили себе Весь автомобильный парк Ведь посмотрите Во многих странах Да и У нас тоже Латвии Какая средняя Средний возраст Автомобилей 9 Где 10 лет У нас По-моему Около 15 лет Даже больше Может быть Немного То есть Получается Что Автомобиль Живет До тех пор Пока он Не превращается В труху Когда он Уже разваливается Значит Получается Что нужно Делать автомобиль Чтобы он Был Более Так скажем С экономической Точки зрения И тут Как раз История С батарейками Вы ездите На автомобиле У вас Сдохла батарейка И возникает вопрос Вам Извлекать Заменять батарейку На этой машине Но если вы Заменили батарейку Вам еще Десять лет Кататься Получается Как-то Грустно Ездить на одном Автомобиле Двадцать лет И получается Что вы будете Все время Менять Свои Автомобили Ну естественно И батарейки Тоже То есть Скажем Логика Бизнеса Вступает В противоречие С логикой Охраны Окружающей Среды Мы говорили Буквально Месяц тому Назад О том Что в Европейском Союзе Принят закон О праве На ремонт То есть Если Экстраполировать Получается Что По логике Вещей Автомобиль Должен Превратиться В такой Смартфон На колесиках Такой Большой Смартфон На колесиках Электронное Управление Сам двигается Все Пято-десято Да Но и менять Его нужно Будет Тогда Примерно С той же Частотой Что и Смартфоны С одной Стороны Для бизнеса Это замечательно Для экологии Ну максимум Пять лет Новый автомобиль Новый автомобиль Да Работа пошла А с точки Зрения Экологии Это кошмар И с точки Зрения Этого же Закона Оправлен Ремонт И вот Это Очень важная Проблема И На этом Фоне Огороды В Том же Самом Городе Это Так скажем Наименьшее А можно Сказать Даже Наилучший Вариант Движения В зеленом Направлении Потому что По сути дела Ничего Никому От этого Хуже не будет Если Если Условно Говоря В каком-то Месте Города Будут Расти Помидоры И если Вы считаете Что это Вредные Помидоры Ну тогда Не берите Этот Самый Не берите Этот Огород Себе И выращивайте Не помидоры А цветы Но В таком Образе Все равно Можно будет Сказать Что в Риге Продвигается Очень популярная В Европе Так скажем Приветствуемая Идея О том Что Огород В городе Сельское Хозяйство Уходит Обратно В город Вот и Прекрасно Можно будет Отчитаться Рига Город Городских Огородов Поставить Галочку Спасибо большое Константин Рангс Морской Геолог Ученый Журналист Пишущий о науке Сегодня мы говорили Зеленые Политики Огромное спасибо Всем тем Кто звонил До следующей Пятницы До свидания Хорошего дня До свидания Радиоболтком